SCP-956 Пиньята наоборот. Класс объекта безопасный и зачеркнута. Реклассифицировано как Евхлит. Особый слой содержания. SCP-956 должен все время находиться в центральной части железобетонного помещения размерами 18х18х4 метра. Дверь должна быть закрыта и находиться под охраной вооруженных часовых для предотвращения несанкционированного доступа. Вход в комнату исследовательского персонала разрешен только после перехода. SCP-956 спящее состояние. Разрешение на запуск подопытного должно быть явно подтверждено О5. Для уменьшения как случаев SCP-956-1, так и удалено. За исключением случаев тестирования, попадающие под условия активации SCP-956 субъекты не должны допускаться на расстояние в пределах 200 метров от зоны содержания SCP-956. Обязательно круглосуточное видео протоколирование поведения предмета совместно с визуальным наблюдением. Засекречены образца. SCP-956-1 хранятся в соседних комнатах. Должны содержаться при температуре минус 4 градуса по Цельсию для предотвращения плавления или разложения. Всякое использование SCP-956-1 должно быть подтверждено как минимум одним членом О5 и проводиться в комнате, идентичной, используемой для содержания SCP-956. Все дополнительные SCP-956-1, полученные в результате экспериментов, должны быть подвергнуты сожжению, как и любые другие вновь поступившие экземпляры SCP-956, при отсутствии разрешения от персонала с уровнем допуска 4 или выше. Описание. SCP-956 внешне выглядит как обычная пиньета, изображающая четвероногое, неопределенного вида. Тесты показали, что несмотря на поверхностное сходство с папье-маше, SCP-956 состоит из смешанных в разных пропорциях столярного клея, секречна, сахара, меха, неопределенного вида и человеческой кожи. И SCP-956 также обнаружена необычайно высокоустойчивость к любым видам дробячих повреждений. Даже большая сила удара не вызывает нарушений структурной целостности. Однако использование огнестрельного оружия, так же как и открытого огня, показало свою эффективность. На фотографии SCP-956 до помещения в зону содержания. После отделения от кучи SCP-956-1 и удалено. Как правило, SCP-956 находится в пассивном состоянии. Оно не проявляет двигательной или интеллектуальной активности и не выказывает враждебности. Зачеркнутый текст до тех пор, пока не будет удовлетворены условия активации предмет, пребывает в данном состоянии неопределенно долго. Конец зачеркнутого текста. Смотрите приложение 956-А. SCP-956 переходит в активное состояние в случае приближения человека возрастом до 12 лет. На расстоянии менее засекреченной метров от нее, приблизительно через засекреченные секунды, после входа в область активации, ребенок теряет способность к перемещению, заставая в той позе, которую имел в данный момент. Жертва не способна к движениям и речи, тем не менее, остается живой и быстро двигающиеся глаза показывают, что она сохраняет сознание. После этого SCP-956 приближается к жертве и наносит ей удары до тех пор, пока ее торс не треснет. После этого из разрыва тела жертвы высыпается большое число немаркированных конфет, варьирующиеся между засекреченной и засекреченной штуками. Экземпляры этих конфет обозначаются как SCP-956-1. SCP-956 повторяет процесс над каждой из обездвиженных жертв, после чего возвращается в спокойное состояние. При быстром вмешательстве возможно удаление еще не поврежденной жертвы из области активации. Как только расстояние до жертвы превысит засекреченный метров, SCP-956 возвращается в пассивное состояние. Жертва, тем не менее, не показывает признаков восстановления и остается в обездвиженном состоянии неопределенно долгое время. Вскрытие неповрежденных жертв показало серьезное обезвоживание их тел, делающие ткани хрупкими. Вскрытие также показало начало образования фрагментов SCP-956-1 в органах жертв, использующих их ткани в качестве сырья. Число образовавшихся SCP-956-1 линейно коррелируется с временем экспозиции в радиусе активации SCP-956. Эффект SCP-956-1 различен и зависит от возраста потребляющих его людей. При возрасте в 12 лет или старше, через засекреченные минуты после потребления, наступает аритмия, что приводит в засекреченных процентах случаев к остановке сердца. Для подобных субъектов вероятность выживания составляет около засекреченных процентов. Прочие животные испытывают подобные симптомы, независимо от возраста. Дети возрастом до 12 лет подвержены другого рода эффекту. Первоначально они входят в состояние, подобное обездвиженным жертвам SCP-956, однако принимают стоячую позу с руками, вытянутыми вперед. Затем их тело удалено. Процесс до полного завершения занимает засекреченно. По окончании жертва превращается в еще один экземпляр SCP-956. Эти копии ведут себя подобно оригиналу. Во втором случае, шансы на выживание жертвы равны нулю. Приложение 956-РА. Недавно SCP-956 проявила двигательную активность. Вне тестирования она начала бродить по комнате содержания, обходя ее по периметру. Процесс продолжался около часа, после чего объект остановился, грядя на стену. Просмотр записи содержания показал, что она смотрела на эту стену после деактивации в предыдущих тестах. Расследование подтвердило, что взгляд SCP-956 направлен точно на ближайшую начальную школу. Данная школа находилась на расстоянии засекреченных километров. Подан запрос на переклассификацию в Евклид. Доктор Н. Засекречена. Переклассификация в Евклид подтверждена. В случае распространения эффекта за пределы зоны содержания, объект подлежит перемещению в зону засекречена, что должен держать его на достаточном расстоянии от потенциальных жертв. Соберите все парализованные жертвы или SCP-956-РА и примените амнезиаки класса А к свидетелям и родственникам. Нам здесь не надо еще больше подобных штук. Опять террасекречена.